Я гляжу, Навальный срач начался. Ну что ж, и я добавлю свой комментарий. То, что Навальный не собирается отдавать Крым, уже понятно. Другое дело, что отдавать Крым сможет только новая диктатура. Демократически избранная власть этого сделать не сможет в принципе. В имперской стране это будет означать для нее моментальное политическое самоубийство. Такой вот парадокс. Но это уже другой вопрос. Я бы, например, первым делом как раз деоккупировал бы Крым и горя, но все огнем вместе с желаниями 70 или сколько там процентов пророссийски настроенных крымчан. Но я во власть не иду, а если бы и пошел, то как раз по этой причине не прошел бы. Тут как раз все понятно. Хуже, что Алексей Навальный, похоже, придерживается похожей позиции в отношении Донбасса. Мол, раз уж пришло, то чего отказываться? А вот это действительно плохо. Более того, я считаю, что с приходом Навального к власти становится практически неизбежной новая Кавказская война. Отсутствие мясорубки в Чечне строится только на терроре Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович держится только из-за Путина. Не будет Путина, ну и дальше ясно. А Алексей Анатольевич с его националистическим популизмом этот процесс будет только ускорять. Я категорически согласен вот с этими двумя блестяще сформулированными пунктами Павла Шейхтмана. Следует иметь в виду, что в случае успеха движения Навальный окажется главным врагом реальной демократии. И именно потому, что за всем этим вырисовывается проект сохранения чекистско-олигархической системы путем ее верхушечной либерализации. Под рассуждение о национальном согласии, избежании кровопролития и о том, что главное, чтобы пришла демократия, а она уже сама решит все проблемы. То есть повторение 1991 года, когда КГБ пришли под крики «Не надо устраивать охоту на ведьм». В таком случае и кончится все так же, как в 90-е. После нескольких лет разгула либерализма с неизбежным ухудшением экономической ситуации народ взводит. До чего довели страну эти Навальные и Кацы, то ли дело при Путине было. После чего из тени появятся истинные правители страны и дадут «долгожданный порядок» в кавычках. И сказочка про белого бычка начнется в очередной раз. Вот прямо обеими руками согласен с тем, что сказал Павел. Да, я тоже считаю, что Навальный – это новый ельцин на танке. Россия таких любит. Россия такая страна, где все зависит не от системы, а от личности царя. Даже при самом демократическом режиме она по своей сути один черт вождиская. А Навальный, безусловно, лидер вождиского плана. Более того, я почти уверен, что все, к сожалению, закончится новой сказкой про белого бычка. Просто потому, что кто придет после Путина – это вообще, в принципе, самоубийца, который через пару-тройку лет растеряет весь свой рейтинг до нуля. Тут уже не важно, кто это будет персонально. Просто ситуация не предполагает другого развития событий, и начнется новый мощный откат назад. Да, мне не нравится его популизм, национализм, антииммигрантская риторика, но одно самое главное и большое «но». На данный момент Алексей Навальный – лучший инструмент для очередной попытки попробовать построить здесь страну со сменяемой системой власти. Потому что иначе с Путиным мы будем сидеть до 22 века. Если, конечно, он не умрет от лейкемии, о чем ходят упорные слухи, но это не будет решением проблемы. Просто тогда власть перейдет по наследству. А сейчас предоставляется возможность открыть попытку построения системы сменяемости. Ни у кого не получилось так раскачать лодку, а у Алексея получилось. И в этом смысле его игра со спецслужбами только в плюс. Они используют его в своей драке башен Кремля, а он использует их и думает переиграть. И это хорошо, а иначе он бы уже давно сидел или был на месте Немцова. В общем, отношение у меня такое. Я отношусь к тебе, Алексей, настороженно. Ты не мой кандидат. Но на данный момент мы с тобой по одну сторону баррикад. Так что давай жги. А вот дальше, если действительно получится, многое будет зависеть уже от страны и от ее способностей и желания контролировать власть. И не давать ей бронзоветь и охеревать обратно. Во всяком случае, я оптимист и надеюсь на это. Продолжение следует...